Дмитрий Бутеров это популярный рыболовный видеоблог. Привет друзья, в данном видео хочу поделиться с вами одной рыбацкой хитростью небольшой, которая подходит для марта и апреля. Как для стоящих водоемов, заливов и затонов, так и для реки. Хитрость предназначается для того, чтобы половить мирную рыбу, причем неплохо. Способ в принципе старый и опытные рыбаки частенько этим способом пользуются в марте и апреле. Но в самом начале друзья очень важная информация. Делать это лучше всего как можно дальше от всех, так чтобы вас не видели. То есть выбирайте местность, где вы будете один, так чтобы вас никто не видел. По предыдущим видеороликам один из зрителей написал как-то верно. А именно, не путайте рыбаков и мудаков. Вот как раз ребята, мудаки, мудаки, это огромный бить, большая проблема для этого способа. Но об мудаках чуть позже. Этим способом, друзья, в марте и апреле я пользуюсь лично сам. Но порой, как я уже говорил про мудаков, они всю малину бляха-муха портят. Всегда делают напоказь. Для этого, друзья, нам понадобится любая мелкая крупа. Яйца, пшеничка и можно также использовать в принципе это пшено. Итак, отошли вы от всех подальше. Сделали 5-10 лунок. 15-20. В общем, вам нужна лунка, в которой будет клевать рыба. Лунка либо лунки. В общем, в тех лунках, в которых рыбка клюет, мы их оставляем. Во всех, которые не клюет, все заравниваем. Полностью заравниваем, полностью-полностью. Не надо ничего там светить. В общем, это как подходит для стоячего водоема, залива затону, так и в принципе для реки. Ну вот, половили вы там, это как всего, какую-то рыбку. В тех лунках, в которых были поклевки. А теперь небольшая хитрость. Перед тем, как уходить с рыбалки, перед тем, как возьмите пригоршню этой крупы, добавьте в лунку, в саму лунку, в той лунке, где вы ловили, где были поклевки. После этого полностью-полностью заравняйте снегом. Зачем это нужно? Завтра, придя на рыбалку, на это же место, там где у вас была вот эта лунка, и уже вы её прикормили, просто при помощи палки либо ручки черпака сделайте отверстие для того, чтобы пропихнуть мормушку с насадкой. И удивитесь, ёкарный бабай клюет вся мирная рыба. Плотва, елец, кустера, ну, без уклейки куда-то, она тоже. Но, по крайней мере, встречаются не только вот такие рыбки, встречаются, в принципе, нормальные плотвички и ельчики, хорошие подходят за ночь. Но, друзья, бывает так, что мудакеда всё портит. Почему, друзья, я и говорил, что отходите как можно дальше. Теперь вот парочка слов о мудаках, с которыми я, в принципе, на весенних рыбалках встречался. Сделал я всё то же самое, то есть, в лунке, в которых клевал, бросил крупы, доравнял полностью для того, чтобы завтра пеки, портнуть черпаком либо палкой какой-то, и, в принципе, да, половить неплохо рыбки. Но тут, приходя на рыбалку, на то же самое место, я вижу картину. Я вижу, что сидел рыбак. Ну, ладно, сидел, мне не жалко, лови. Ну, что я вижу следующее. Лунка, в лунке, которая была затемнена, снегом завалена полностью. Она полностью, весь этот снег вычерпан. Вообще, там ни снежинки, ни линьки, ничего нет. Чистая лунка. Она засвечена. Всё. После этого здесь уже клевать, в принципе, никто не будет. Потому что это береговая зона, к примеру. Да? Вот. Ну, мне не жалко. Ты половил? Половил. То есть, клевал у тебя, половил с этой рыбки, наловил сколько надо. Ну, будь ты добр. Сделай всё обратно. Как было? Лунка была затемнена, завалит её, и всё. Да нафига, Казибаян? Почему я, друзья, и говорю, держитесь подальше от всех. Потому что частенько встречаются вот такого рода мудаки. Пришло у нас завтра, бабах, а лунка уже полностью засвечена. Так что лунка засвечена под лункой, подальше от там уже нету мудака плавать. Больше никого вы там, в принципе-то, не поймаете. И я много раз в такую ситуацию попадал. Очень часто. Почему, друзья, я вам и говорю, что держитесь как можно дальше. Не путайте, друзья. По рекам ходят рыбаки и мудаки. Рыбак так делать не будет. Рыбак, если он половил, он обратно всё сделает. Затемнит, завалит, а мудак, он и есть мудак. А сейчас, друзья, пара слов о том, как это работает. Почему бросив прикуршню в лунку и заровняв её снегом полностью, да? Только пометьте сами-то, чтобы потом её найти на следующий день на утро. Вот. Как это трутия работает, когда вы бросили сюда прикуршню крупы сухой, не на никаких ароматизаторов, яичка, пшеничка, та же самая овсянка, та же самая пшено. Без всяких ароматиза не надо. Ни чеснока, ни укропа, ничего не надо. Вот. И заровняли снегом, получается следующее. Частички этой крупы отпускаются в сторону дна, но, так как мы снегом всё-всё-всё засыпали, там темнота. Рыбу ничто не пугает. Она к этому месту вся подходит. Без страха, без боязни. Тем более, никто не шуршит, не ходит, не брякает, не орёт, не кричит. Вот. И остаётся на том месте. А завтра вы приходите на рыбалочку, берёте палку-люборучку черпака, делаете отверстие, отпускаете сюда мормушечку с насадочкой, на счёт насадочек. Какие есть, на какие будут ловиться. Мотыль, опарыш, червяк, короед, чернобыльный крепей. В общем, что есть, на то и будет клевать. Вот этот маленький лайфхак, маленькая хитрость, давайте не будем слова лайфхак, будем использовать слово хитрость рыбацкая. Вам поможет наловить большое количество рыбы. Мирная рыба. Этим, этой маленькой хитростью, чуть не ляпнул опять лайфхак, этой маленькой хитростью я всегда пользуюсь в марте и апреле. В зимние месяцы она не подойдёт, не подходит, так как зимой кислорода уровень в реке намного ниже. Это сыграет как раз ту самую роль. В марте и апреле уровень кислорода немножко повыше, чем в зимние месяцы. И этим самым подведёт рыбу ближе к лунке. За счёт того, о чём я сейчас говорил. Потому что в марте и апреле рыба немножечко поакимнее, чем в зимние месяцы. В том же декабре, январе, феврале. Всем удачи, всем пока.